Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Вячеслав, кто не знает. Подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на инстаграм Настеньки. И сегодня я вас приглашаю в тот выпуск, который вы поддержали. Поддержали, точнее, мою идею. И надеюсь, вы выпуск этот поддержите лайками и репостами. Выпуск 100% центный. Мы сегодня с вами берем самокат, электросамокат в приложении, в определенном. И попробуем прокатиться с вами достаточно много и долго. Пойдем, найдем самокат, возьмем и поедем. И будем ехать с вами от самого начала набережной в Эмеретинском курорте. И доедем до забора с границей с Абхазией. Погнали! Прямо по курсу вы можете заметить тот самый Эмеретинский порт. Здесь вот эта бухта. Сюда загоняют корабли, яхты. Здесь, конечно, гулять очень-очень кайфово. Мы, конечно, сейчас немножко с вами здесь пройдемся. Здесь покажу, как все готовится к сезону. Да, вот, например, строятся кафешки. Но тема выпуска, ребята, не прогулочная. Показать вам и рассказать про приложение и про вот эти всякие электроистории. Особенно про самокат. Многие приезжают, хотят взять и боятся, типа, стоит или не стоит. Мы тоже когда-то так думали и не решали взять. Потом взяли и капали там деньги. Непонятно было, как парковать. Поэтому сегодня все вам расскажу и покажу. Итак, существует большое количество приложений здесь. Вообще прям разных-разных. Это не реклама. Я просто пользуюсь сейчас определенным. До этого приложения мы попробовали тоже очень много всяких разных. Но решили пользоваться этим. Называется оно ВУЖ. Пользоваться вам или не пользоваться, да, вообще дело ваше. Хотите им пользоваться, хотите другим. В целом цены абсолютно одинаковые. Ну, плюс-минус, да. Если какая-то это солнечная погода, то примерно за то, что вы берете это 50 рублей плюс 5 рублей минута. Также вкручивают страховку примерно 50 рублей. Ее можно отключить, сейчас тоже покажу. Либо, когда, например, пасмурная погода, типа оля не сезон. Такие случаи тоже здесь были. Мы тоже брали по специальной цене. Это значит 30 рублей берешь самокат и 3 рубля минута. Как бы кайфово. Но я говорю, сейчас, скорее всего, учитывая, что погода наладилась, таких цен не будет. Поэтому в среднем 50 рублей за то, что берешь и 5 рублей минута. Я хочу обратить внимание на то, что если вы доверяете своему ребенку электросамокат, объясните правила катания, что держаться правой стороны, что не нужно разгоняться. Они, между прочим, разгоняются до 25 километров в час. И поверьте, мы видели случаи, что прилично разбиться на таком электросамокате можно. Мы неоднократно видели аварии, когда случались, когда дети врезаются в детей, когда ребенок врезается в взрослого, когда не успевает затормозиться. Особенно, когда пасмурная погода, прошел дождик, и когда нажимаешь на тормоз, электросамокат очень сильно заносит. Я так тоже один раз нажал резко и повредил себе ногу. Поэтому будьте внимательны и объясняйте детям. А лучше, конечно, до 18 лет не давать электросамоката. Это, в принципе, по соглашению можно им пользоваться только с 18 лет. Ну что, в принципе, самое основное я вам рассказал, да, дал понять, что они абсолютно как бы их берешь, оставляешь. И, кстати, вот еще почему мы пользуемся вот именно этим приложением, потому что они расширили парковку, и зона, где ты можешь парковать самокат, она стала вообще большой. То есть раньше маленькая была вдоль набережной, исключая какие-то даже места, то сейчас прям вот большая. Покажу. И еще почему это приложение? Потому что, ну, их тут достаточно много. Также у этих электросамокатов вообще, в принципе, у всех, как я сейчас заметил в последнее время, вот, например, ты смотришь на карту, да, есть знак парковки, но почему-то ты там его не можешь припарковать. То есть, скорее всего, они каждому самокату сделали определенные парковки. Вот мы как раз сейчас с вами поедем и посмотрим, потому что, например, возле границы с Абхазией там есть парковка, там эти самокаты стоят, но есть такой вариант, что мы когда-то подъедем, именно этот самокат паркануть-то будет нельзя. В общем, давайте не тянуть, погнали искать самокат и погнали кататься. И самое главное, в конце я вам покажу сумму, которая вышла, покажу весь наш маршрут, сколько мы проехали и вообще сколько это нам обошлось. Все, погнали. Так, ну что, ребята, для того, чтобы нам взять самокат, нам нужно зайти в вот это приложение, да, мы, собственно, им пользуемся, ВУШ называется, да. Здесь самая большая парковка, огромное количество самокатов. И что здесь можно, значит, посмотреть? Смотрите, вот прям возле нас очень много самокатов. Здесь есть заряд и вот, собственно, они стоят, желто-оранжевые, черные. Мы можем нажать на любой, вот, например, на вот этот. И вот можно увидеть 50 рублей старт плюс 5 рублей минута. Батарейки на 94% это примерно 2 часа 30 минут на 35 километров. Но нам, конечно, это хватит. Давайте сейчас его найдем. G7-186. Вот он. Вот он. У них везде есть штрих-коды. Вы можете его просто отсканировать и скачать приложение и зарегистрироваться. Так, смотрите, его выбираем. Так, и вот, про что я говорил. Вот страховка 35 рублей. Я ее обычно отключаю, не нужна она. И нажимаю на кнопку начать поездку сейчас. Также вы можете забронировать. Подносим, считываем корр-код. Вот. И нажимаем на начать поездку. Секундочку, происходит магия, да. Здесь написано. Вот, насколько вам видно. Самокат активировался. 0, S. Все. И у меня пошло время. Видите? 55 рублей в пути. 0. Теперь мы его вытаскиваем отсюда. Ребята, обращу внимание, не забывайте убирать подножку. Потому что я тоже вижу, как люди катаются на этих самокатах. И не убирают подножки. Итак, смотрите. Значит, у них есть фары. Они включаются автоматически. Справа. Го. Это скорость. Здесь есть вот такой звоночек. И тормоз. Тормоз, я уже говорил, достаточно резкий. Для того, чтобы поехать, нужно немножко толкнуться и нажать. В принципе, вот здесь вот есть инструкция. Вот толкнуться и жми. Собственно, с вами так и делаем. Толкаемся и жмем. Все, ребята. А мы поехали. Здесь пишет скорость. Видите, едем сейчас 15 километров. Я уже говорил, что разгоняются эти самокаты до 25 километров. И это достаточно серьезная скорость при аварии. Либо если вы упадете, и, блин, будет серьезно. Особенно ребенку. Итак, мы в Эмиритинских курортах. Смотрите, как здесь классно. Кайфовенько. Пишите в комментах. Здесь погуляем. Здесь есть вертолетная площадка. Видимо, здесь приземляются. Ну, достаточно атмосферно. Еще здесь есть искусственная волна. Очень хочу покататься, когда она откроется. Сейчас она пока закрыта. Продолжаю здесь строить из контейнеров вот эти все кафешки. Все вот эти кафешки, которые вы сейчас видели, которые мы сейчас проехали, они абсолютно все, ребята, из морских контейнеров. Прям классно. Так, смотрите, подъезжаем с вами. Первая кочка. Я рекомендую всегда привстать, очень аккуратно зайти на кочку и потом уже продолжить поездку. Ух ты, не туда. Так, мы уперлись в тупик. Там мы не заедем. Надо нам чуть-чуть вернуться, дать круголек такой. Вот, заезжаем. А вот про что я говорил. Видите, с какой большой спрос здесь на всякие эти штуки. Электрический, посмотрите, огромнейший, огромный выбор. Поэтому пользоваться каким вам предложением, это вообще-то ваш выбор. Вот. И, кстати, вот, например, какие-то приложения не разрешают использовать вдвоем, то есть с ребенком, да? А какие-то приложения разрешают. И вот здесь вот, снизу приделаны еще ручки для ребенка. То есть вы встали, да, родитель и ребенок. Но это опасно катать еще и детей. Объясняю почему. Потому что, вот, например, наши, когда мы первый раз особенно поехали, да, Родион, по-моему, взял и соскочил. Ну, естественно, упал. Артем так же делал. Отчасти опасная такая история. И, кстати, ребята, сразу хочу сказать, что покрытие для вот этих электросамокатов не совсем. Поэтому, если будет вас трясти, если стабилизация, да, не будет справляться, то сорян. Если будет задувать ветерек, то тоже, конечно, извиняйте. В принципе, защита от ветра есть. Но в целом, учитывая, что есть ветерок, плюс мы еще двигаемся сейчас со скоростью. Вот как раз вот она максимальная скорость, да, 25 км в час. Управляемость у самоката хорошая. Так, они, в принципе, все эти самокаты по проходимости хорошие. То есть, если на ком-то обычном, да, вы можете ехать, попадется камушек, можно кувыркнуться, то, в принципе, здесь вот лежат камушки. Хоп, вот прям специально я наехал. Он спокойно перепрыгивает и... Ой, слышите, да, как я разговариваю? Вот мы попадаем на такую зону, зону турбулентности, да, назовем ее так. Так, ну и давайте с вами заодно небольшая экскурсия. Слева Олимпийская деревня. Это именно та деревня, которую топило в 17-м году. Справа исчезнувший пляж. Мы тоже тут гуляли. Тут насыпаны огромные-огромные булыжники. Из-за порта, который построили, да, вот этот Эмеритинский, где мы с вами начинали видео, больше этого пляжа нет. Он очень быстро исчез, и также исчезает Эмеритинка, которую постоянно отсыпают. Каждый год тратят огромные-огромные деньги. Так, вот она набережная. Набережная за забором, плюс там нет пляжа. Ну, такое не совсем интересное, конечно, место. Дальше сейчас уже начинается вот прям действительно Олимпийская набережная со всеми объектами. И я, когда Настеньке сегодня сказал, я начну с Эмеритинского курорта, Настя такая, ах, туда проедешь. Даже Настенька не знала, что есть проезд, и вот он. Его сделали. Раньше его не было, и приходилось как бы либо объезжать, либо хватать самокат и, получается, переваливать его на саму набережную. Мы сейчас вот все сделали. Здесь, конечно, брусчатка, и нас сейчас будет с вами трясти. Вот чтобы вы поняли, насколько ребята трясет, слушайте. Видите? Здесь тоже достаточно интересная локация. Слева, в принципе, и достаточно количество детских площадок. Вот строятся волейбольные площадки. Ну, как бы, можно. Вы подножку не убрали? Вот про что я вам говорил, да? Подножка. Едет человек с этой подножкой, может попасть на какую-то кочку и навернуться. Так, а вот пошло прорезиненное покрытие со знаками велосипедная дорога. Но оно тоже, оно, ребята, все в буграх. Я не знаю, возможно, его когда-то поменяют. А возможно, не будет. Ну, вот, понимаете, вот так вот и едешь. Щеки, короче, трясутся жестко. И вот тут есть вот такие вот полицейские. Оп, оп, оп. Видите, все, проехали. Останавливайтесь перед ними. Если первый раз, то вообще просто остановитесь, руками перекатите самокат и продолжайте дальше путь. Так, надо сейчас обогнать здесь вот так вот всех. Очень аккуратненько. Обгон, помните, да, по левую руку. И вот видите, как опасно мы разошлись. Вот, собственно, все несутся, все гоняют, особенно детвора. И нужно пользоваться вот этим звоночком. Ой, да. Вот так вот, ребята, трясет. Я, конечно, сейчас не знаю, как вам будет видео искажаться. Но я надеюсь, что стабилизация на камере будет справляться. А в целом ехать, ну, довольно-таки неприятно. Вот именно здесь по набережной, по вот этой вот резиновой дорожке. Дальше вот то же самое. Вот до самой Абхазии будет вот такая вот дорога. Вот еще огромнейший прокат, где можно взять тоже, да, на любой вкус. Вот детская площадка. Она бесплатная. Так. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот. А вообще в какой-то сезон здесь особо не разгонишься. Да и в принципе, да, я не рекомендую, ребята, разгоняться. Вот, допустим, вот такой скорости в 16 километров. Ее хватает. Посмотрите, какие шикарные виды тут открываются. О, открыли туалет. Нет, не открыли. Закрытый. Вот, даже пацанчик чихнул. Сложенности в Америке с туалетом. Они здесь есть, но они почему-то всегда закрыты. А это по правую руку начинается пляж Роза Хутор. Шикарнейший пляж. С шикарным видом на горы. Вот вы сами можете все увидеть. Здесь можно наблюдать вот поющий фонтан. Здесь стадион Фиш. Ну и все вот эти объекты олимпийские, которые остались. Есть такие вот зоны с навесом, где можно посидеть, положить ребенка в коляске, чтобы он поспал. А вот уже непосредственно Роза Хутор. Пляж тут отстроится, готовится к сезону. Бомбический пляж. Очень-очень классный. Нам прямо он нравится. Да, он с неродной галькой, булыжники. Но здесь ложат эти деревянные настилы, чтобы было комфортно. Чтобы было комфортно. Сейчас, подождите, я проеду эту зону. Чтобы было комфортно ходить по пляжу. Видите, в каком состоянии дорожка? Вообще просто... И как-то что-то ее делать, и походу никто и не собирается. Но это не точно. Возможно, вот мы будем снимать, будем показывать, будем жаловаться на такое. И, блин, администрация при набережной что-нибудь придумает. Так, в принципе, ее подходит. Я вижу, что так реставрируют иногда. Просто вот дорожное вот это покрытие для самокатов нет. Вот еще очередной стоит прокат. Это то, что берется вот как раз через приложение, да, по минутной аренде. Но здесь еще полно всяких прокатов, где вы можете оставить там паспорт, либо деньги. И взять там на час, на цену, день. Цены, в принципе, тоже плюс-минус везде одинаковые. Так, давайте мы сейчас будем вот так вот гонять. Тык-тык-тыри-тык. Так, вот так вот, вот так. Близко, близко, близко никогда не подъезжайте, потому что, может, впереди ехавший человек. А вот видите, парень везет. Это как раз обслуживают самокаты. Их вот так собирают, находят по GPS трекингу, забирают, заряжают и расставляют, да, на местах парковки. Блин, слушайте, я обычно катаюсь на этих самокатах и, ну, и молчу. А тут, короче, еще разговаривать приходится, и у меня челюсть нижняя вообще уже устала. Так, вот, соответственно, с ребенком едут. Вот, видите? Ездят и взрослые по два человека. Так, у нас сейчас набережная заканчивает. Смотрите, вот как мы сейчас запрыгнем. Оп-оп, чуть-чуть газку. Будем держаться вот так вот левой стороне. И возвращаемся на велодорожку. Так, вот еще, видите, один лежачий полицейский. На нем спрятаны там провода. Оп-па. Блин, очень-очень твердо. Так, еще один. Оп-оп. И их, ребята, много. Мороженое заработало. Синие кабинки. Так, еще один маленький. Я вижу неоднократно, как детки разгоняются и подпрыгивают на этих полицейских. Я вообще не рекомендую этого делать. Не дай бог просто улететь. И сами повредитесь. И других повредите. А вот туалет по левой руке был, который работает. Оп-оп. И стоимость 30 рублей. Вот еще один большой прокат. Это мы с вами побежаем уже. А нет, мы еще не побежаем к Рэдису. Рэдис, он впереди. Так, немножко с вами разгонимся. Дадим ей жару, да? Вот такая вот у нас скорость. 25 километров, да, как я уже говорил. Так, и вот опять два полицейских. Это перед входом в Сириус. Образовательный центр. Оп-оп. Так, все, погнали. Еще помимо этих полицейских, вот так вот лежат здесь люки, да, вот эти. А еще бывает такое, что вы едете и просто лежат собаки. Поэтому, ну, когда едете, очень-очень внимательно. Особенно, кстати, выбегают дети. Даже наши не исключение. По сторонам не смотрят. Вот так вот выбегают на дорогу и создают опасность. Поэтому, когда катитесь, максимально будьте включенным в процесс. Гляньте, да, сколько, сколько, ребята, людей. Эй, о, у нас наконец-то идет температура воздуха на повышение. И на следующей неделе уже будет плюс 18. И мы скоро будем с вами купаться в каждом выпуске, ребята. Такс. Ну что, проехали мы с вами, в принципе, уже достаточно. Вот видите, девушка выходит и даже не смотрела. А если бы поехала побыстрее, то мы, может быть, бы с ней встретились. Блин, надо смотреть. Вот, видели сейчас, да? И вот если бы я чуть-чуть отвлек голову от процесса, то мы бы с этим мальчишкой бы 100% врезались. И когда вот даете вот своим детям самокаты, объясняйте, что когда разворачиваться, надо сначала остановиться, повернуть голову назад, убедиться, что сзади никто не едет, а потом начать уже разворачиваться. А он в капюшоне начал разворачиваться. И вот. Ладно, я остановился. А если бы ехал ребенок вместо меня, да? А если бы я бы ехал со своим ребенком, то тоже резкий тормоз и голова впечатывается в самокат, в эту перекладинку. Так, здесь снова вот такой участок, где нам нужно запрыгнуть на бордюр и ехать сквозь людей. Это, конечно, капец как неудобно. Ну что ж. Так, проскочим. Вот даже по этой брусчатке ехать гораздо приятнее, чем по резиновой вот этой дорожке. Так, все, возвращаемся с вами обратно на резиновую дорожку и будем трястись. Оп-оп. Так. Ну вот здесь оно чуть-чуть получше. Заметили, да, наверное, оно другим цветом. Начинаются опять лежачие полицейские, но они такие комфортные. Их можно, хопс, просто аккуратненько объехать. Так, аккуратно, ребята. Так, хоп. Все. Едем дальше. Так. Подъезжаем с вами к такой небольшой площади. Здесь установлены миниатюры Олимпийского парка. Можно посмотреть, постоянно играет этот барабанчик. Быстро его проедем, чтобы нам не отключили монетизацию на YouTube. Так-с. Ну что, ребята, вот начинается слева территория отеля Рэдисона. Недавно кто-то написал в комментариях, что сутки в Рэдисоне, но я так понял, что в сезон стоит 46 тысяч рублей. Не знаю, это минимальная цена или средняя цена. Пишите, кто в курсе. Обильно начали работать художники. Вот видите, какой будет сейчас люк? Он просто с углублением таким приличным, что если там пойдет колесо, я думаю, что будет... Ох-ох-ох, перевертыш. Так. Вот про что я говорил. Взрослые вдвоем. Так. Оп-оп. На самокате. Оп-оп. Так, минуту. Так. Вот видите, здесь участок такой здесь. Всегда очень много людей. И вот на этом участке, особенно ребята, кто едет, повнимательнее. Потому что я говорю, ладно, помимо детей выбегают, да, так еще и взрослые выходят на вот эту велодорожку и вообще не смотрят. Ну и создают опасность. А вот как раз приехал самокат, который, я говорил, что есть специально с ручками для деток. Так. Оп-оп. Так, давайте мы с вами сейчас отвернем немножко. Оп. Вот сюда сейчас проедем, потому что меня как раз позвонила Настенька и попросила из машины взять детские игрушки. Мы сейчас с вами по-быстренькому доедем. Возьмем игрушки. Так, здесь аккуратненько. Здесь вот так вот. Так-с. Да, ребята, вот с таким вот мешком мы катаемся к морю, потому что на Рейдисоне очень много песка и дети, конечно, от этого очень сильно кайфуют. Мои просто как раз на Рейдисоне и вот попросили, папа привези, папа привези. Как раз они вот прям четко и вовремя. Так, выезжаем. Оп-оп. Сейчас мы с вами вот сюда. Оп-оп. Сейчас найдем их. Так, ну все, продолжаем теперь. Оп-оп. Путь. Двигаемся дальше. Нам осталось еще прилично. Оп-оп. Вот видите, вот эти лежачие полицейские, они, конечно, забирают время проката. Так, подъехали с вами сейчас к поющему фонтану. Вот за металлическим забором. По вечерам работа, играет музыка. Здесь еще и отстреливает огонь. Прям из этих трубок. Ну, конечно, здесь прям классно. Так, сейчас пойдем на обгон. Но у нас идет встречный поток тоже самокатов. Не знаю, как получится, не получится. Надеюсь, вот так вот получится. Вот так вот хоп-хоп. Вот так вот хоп-хоп. Ох ты. Да, управляемость у самокатов очень-очень хорошая. Такие они прям быстро, но твердые. Да, можете сказать, твердые, короче, подвесками. Каждая кочка вообще ощущается. Тыкс, тыкс. Чехана номер один. Оп-оп. Так. Едем, едем, едем. Так. Слева у нас Arfa. Arfa отели. Кто, кстати, тут отдыхал? Пишите комменты, как там. Они еще и продаются. Так. И мы подъезжаем уже с вами к Магеллану. Оп-оп-оп. Так. Здесь вот вы, наверное, заметили, да, что часть была набережной такая более-менее пустая. А тут вот опять достаточно много людей. И дальше будет еще больше. Слушайте, как у меня устала челюсть разговаривать и ехать по этим кочкам. Так. Я лично еду с максимальной скоростью. Вот видите, ребенок пошел и даже не посмотрел. И вот идет. Подросток виляет руками и вообще ничего не смотрит. Никуда. Аккуратно. А вот взрослые. Вот, в принципе, да, фокусировал внимание на детей, на детях. А взрослые поступают абсолютно так же. Не смотрят, куда идут. Выходят на велодорожку, не понимая того, что если будет ДТП-шка такая, то всем будет очень-очень неприятно от этого. Выбегают. Или вообще, конечно. Вот мужик молодец. По сторонам посмотрел. Убедился, что никого нету. И только потом нас всех пропустил и пошел. Так. Сурф-кафе. Здесь шикарная детская площадка. Классная локация с песочком. Деткам здесь очень-очень круто. Так-с. Сейчас пойдем на обгон. Бля, опасно. Опасно сейчас было. Едет и разговаривает по телефону одновременно. Тоже можно, но... Едет с такой же скоростью и обогнать прям вообще не получается. Так-с. Обогнали. Так, сейчас мы с вами уже подъезжаем, кстати, к этому металлическому забору границ с Абхазией. Поэтому не переключайтесь на смотреть. Сейчас будем смотреть, как дела с парковкой и что же у нас в итоге с вами получится по деньгам. Вот мы подъехали с вами уже к пляжу Бридж. Он по правую руку. Подъезжаем к бархатным сезонам. Тот пляж, где всегда можно увидеть дельфинов. Здесь даже установлены скульптуры дельфинам. Фонтан Дружбы Народов. Площадь тоже опять, да, огромный-огромный прокат. Ох, 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 оп, оп. Вот эта площадь, ребята. Здесь сейчас функционирует детский прокат электромобилей. Тоже рассказывал уже это выпуском. Здесь вот та часть, она вплотную уже готовится к сезону. Вот они, скульптуры были дельфинов. Это пляж начинается в бархатные сезоны. Шикарный здесь вид на город, шикарный пляж, широкий. Нет вот этого бетонного ограждения. И можно сидеть на лавочке и наслаждаться видом на море. В отличие от той части набежды, ты сидишь на такой же лавочке, но смотришь на бетонный забор. Обгоняем, обгоняем, обгоняем. Так, ну что, ребята, все осталось сейчас совсем чуть и будем с вами вместе подводить итоги. Я надеюсь, у нас получится припарковаться. А если не получится, то будем искать парковку, где именно можно оставить вот этот вот самокат под этим номером G186. Потому что вот можно и ехать, да, и видеть, что вот же они стоят это же приложение. А вот нет, хлопс, и нельзя здесь будет ставить его. Вот такой вот подводный камень есть. Люди начинают жестко тупить и капают деньги, пока находят парковку. Плюс теряется геолокация, которая сопровождает вас. Короче, есть всякие вот эти вот нюантики, о которых я вам, собственно, сейчас рассказываю и показываю. Так, и вот мы доехали уже до самого забора, до границы. Нейтральная территория, нейтральный пляж. Едьте, едьте, я все, приехал. Такс. Сейчас пропускаем. Такс, вот. Хоп. Все, ребят, смотрите, ставим на подножку. Здесь ничего нажимать не нужно. Нам сейчас нужно открыть просто приложение. И посмотреть, как у нас дела. Вот видите, он нас вообще потерял, он нас не видит. Вот там, где мы и брали с вами. Так, сейчас попробуем здесь отключить все. Чтобы заработала ЛТЕшка. И вот видите, вот мы уже с вами сколько стоим. Деньги все капают. Итак, вот смотрите. 180 рублей. 26 минут мы были с вами в пути. И вот она. Есть парковка. Вот. Эмблемка. Паркинг. Здесь черной полосой отмечен наш маршрут. Как мы с вами ехали. Вот мы делали отворот к машине. Потом доехали до детей. И дали им игрушки. И поехали с вами дальше. Вот так вот. Так вы катились и катились. Так, здесь также значит, если вы, например, семьей катаетесь, как мы, например, просто берете, нажимаете еще один самокат, вот сюда хлопс, и считываете код, и добавляется еще один самокат. Все, смотрите, нажимаем, вот, кстати, включать фару, вот, если вы в ночное время едете, фару, включили, открыт, можно его закрыть и пойти, например, посидеть возле моря. Так, осталось 7,6 процентов, хватит на 27 километров. Ну, собственно, вот, все, 185 рублей у нас с вами получилось. Вот пока болтаем, 190. Нажимаем финиш. Приехали. Да, приехали. Дальше нужно сфотографировать. Вот здесь, да, предупреждение, оставляйте разметки, но разметки здесь вообще нету, значит, паркуемся, чтобы никому не мешал. Все, ок, понятно. Дальше вам нужно сфотографировать самокат, что вы его оставляете, да, что никому не мешает. Вот, фотографируем. И нажимаем на кнопку отправить. Здесь идет отправка фотографий. И все, и нам здесь все показалось. Средняя скорость 14 километров, стоимость 190, расстояние 6,6, время 28 минут. Нажимаем ОК. И все, мы свободны. Ну что, друзья, вот такой вот у нас с вами выпуск получился. На этом прекрасном месте с этим красивым видом на Абхазские горы я буду завершать. Поддерживайте выпуск, делитесь, делайте репосты в свои социальные сети. Нас совсем скоро будет 5 тысяч человек. Вы просили этот выпуск, я сделал. Кто хочет отблагодарить, сгинуть донатов, прикреплю карту в описании под этим видео. Знаете, что делать. Я с вами прощаюсь. До новых выпусков. Увидимся с вами уже завтра в новом видео. Пока.